Знать скрытого врага в лицо. Аналитики Украинского центра противодействия дезинформации выявили более сотни ретрансляторов русского мира со всего мира. Это называется агенты влияния, так называемая soft power, которые ретранслируют сигналы Кремля. В список попали журналисты, военные и ученые, работающие в интересах путинского режима. В отличие от открытых пропагандистов, таких вот как, например, Грэм Филлипс. Эти люди действуют более опасно, потому что не прямо поддерживают Россию, а используют разные обходные стратегии. Это не Russia Today, не Скобеева и даже не Соловьев. Открытая пропаганда, есть уже определенная прививка к нему. Вот, например, испанец Мануэль Пенеда, который является членом Европарламента и настаивает на том, что событие в Украине – это провокация США и НАТО. Или американец Ричард Блэк, полковник армии, который считает, что Россия победит и поставка Украине оружия не нужна. А еще французский журналист Эрик Зумер, который вообще говорит о том, что Россия за всю свою историю ни на кого не нападала. Они продвигают свои нарративы изнутри, влияют на умы людей, манипулируя их сознанием. Начинают говорить, ну там же гибнут люди, давайте остановим войну, не наказывая агрессора. То есть, либо они, например, делают жертвами войны и украинцев, и жертвами войны российских солдат. Начинают говорить, ну это ж не народ России виноват. Центр противодействия дезинформации также выделил три группы, на которые поделил этих людей. Нескрываемо поддерживают идеи путинского режима 20% от общего количества. Оправдывают действия Россия, но заявляют, что сочувствуют народу Украины 60%. Осуждают российскую агрессию, но склоняют Украину к переговорам и выступают против поставок вооружения нашему государству 20%. Также стоит отметить, что среди этих людей есть те, которые получают за свою скрытую пропаганду деньги. Другими словами, служители Кремля. Они могут состоять в пророссийских организациях, могут финансироваться пророссийскими организациями. Ну, например, Россотрудничество. Есть такая организация, которая работает по всему миру. И, соответственно, ищет людей со схожими взглядами, которые готовы разными способами ретранслировать то, что хочет Кремль. Другие же просто марионетки. Так называемые полезные идиоты. Этот термин придумал еще не менее жесткий диктатор, чем Путин, Ленин. Этот тип подразумевает людей, работающих на Кремль, сами того не осознавая, потому что верят в российскую пропаганду. А в Украине что там террористов полно? Скрытых пропагандистов Россия всегда использовала в своих целях еще во время КГБ. Теперь же это трансформировалось в ФСБ. Буквы разные, но суть одинакова. Пропаганда как элемент ведения войны. Даже Россия будет рушиться, то она все равно последние деньги будет отдавать на пропаганду, потом на армию, а потом уже на что-нибудь другое. Яркий пример из недавних нарративов таких информационных служителей Москвы. Не давайте Украине оружие, потому что она будет использовать его против мирных русских или вовсе продаст другим странам. Абсурд нарратива абсолютно понятен, но если его повторять систематически и под соусом о беспокоенности за безопасность мира в целом, то в конце концов люди начинают верить. Озвучивают тезисы, разгоняют их, адаптируют самое страшное под информационные реалии своих стран, потому что они разбираются, как это работает. Они понимают, как правильно объяснить той или иной аудитории. Украина, в свою очередь, может противоставить России своих амбассадоров по миру. Это, к примеру, те украинцы, которые выехали из-за войны. Также украинцы, которые живут уже много лет за границей. США, да? Это та страна, которой американцы всегда думают, в первую очередь, о себе. А сейчас даже в самом глубоком, далеком штате Соединенных Штатов Америки говорят об Украине, поддерживают Украину. Но лучшего амбассадора Украины в мире сейчас, чем президент Зеленский, пока что нет, отмечают политтехнологи. Обращение нашего президента, да? Это очень мощный информационный посыл на нынешний момент. Все телевизионные каналы бесплатно, потому что это топ-новость, транслируют. Этот день в который раз уже доказал, что Россия должна быть официально признана страной-террористкой. Украине не стоит позаботиться и об этом фронте. Конечно, в поле вкладывания денег в разработку своих СМИ за границей, Украине пока что трудно соревноваться с Россией. Ведь там в медиа вкладывают миллионы. Можно интегрировать свои проекты, небольшие, в телевидение или радио других стран. Та страна, которая лояльно относится к нам, она может позволить себе дать определенный сегмент своих ресурсов для того, чтобы полчаса отдать Украине. Публикация списка пророссийских представителей по миру – это только первый шаг Украины в борьбе и на этом фронте.